Взрослым 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 Пожалуй, самое яркое детское воспоминание – это когда приехал в наш поселок Кировский областной театр «Кукол». Я был тогда примерно во втором классе. Я жил в поселке Фаленки, Кировской области, Вятской губернии. И в наш поселок из города Кирова приехал настоящий театр «Кукол». Вот это самое яркое впечатление, потому что я смотрел, в отличие от остальных учеников и моих сверстников, я смотрел завороженно, как мышка. И еще, если мне кто-то мешал, кто-то шептал, что-то такое происходит, давайте смотреть дружно спектакль. И после спектакля я вышел потрясенный искусством театра «Кукол». Это я сейчас говорю, что потрясенный искусством театра «Кукол». Тогда мальчишеское впечатление было детское, такое настоящее, искреннее. Я не знал, куда одевать свои эмоции. И что я сделал? Я пришел домой, не ел, не пил. Я стал делать продолжение этой сказки, которую увидел на сцене. И из картона, подручных материалов, все, что было, собирал какие-то фольгу, что-то вот, что тогда было под рукой, было дома. Коробки порезал, мама зовет Сережа, ну когда же ты идешь поужинать уже? Нет, Сережа сидел и продолжал играть в сказку. Он сочинил, я, то есть, сочинил продолжение целой этой сказки. И вот это впечатление, оно меня погрузило в мир театра «Кукол» и толчок дало. Увидев под телевидением спектакль Сергея Образцова «Необыкновенный концерт», я написал письмо самому Сергею Владимировичу, он мне ответил, и вот содержание какого письма. Уважаемый Сергей Леонидович, будете в Москве, приходите в наш театр. Если не будет билета, покажите это мое письмо администратору, и вас примут с уважением Образцов. И я пришел в театр, и с этого все началось. Семейные традиции, вошло в семейную традицию, это обязательно празднование Нового года. Идти с папой на лыжах в лес дремучий за елкой, настоящей елкой, в сказку. То есть в лес, где пушистый снег, искристые звезды. И спилить, привезти елочку настоящую, как вот песенка поется. В лесу родилась елочка, в лесу она росла зимой, или там стройная, зеленая была. Срубили и привезли мы с папой под звездным небом. И эта сказка, понимаете, как сказать, вошла в традицию нашего семейного празднования. Не просто Нового года, а сказки. То есть на душе душа была переполнена какими-то такими чудесными впечатлениями. Кем мечтал? Мечтал мечтей, мечтов было много. Потому что вот детские, детское любопытство, детские эти ощущения, они во все вторгались, так скажем. Я хотел быть зубным врачом. Собирал разные медицинские инструменты по друзьям, подругам, старшим, товарищам и так далее. Это очень интересно, это очень меня тоже увлекало. Потом вообще я такой мечтательный был человек. Хотел быть даже директором магазина, почему-то книжного. Вот книжного. Потому что книги для меня было это вот что-то самое важное в жизни. А затем уже вот появилась мечта быть в театре. Не стать артистом, а вообще быть в мире театра. Театр я любил любой. Увлечением, куклами. На сегодняшний день театральными, профессиональными куклами. Любой системы. От петрушки, марионетки, тростевой, планшетной куклы и тому подобное. Книга-сказка Ганса Христиана Андерсна «Снежная королева». Она по сегодняшний день мне нравится, интересует. И я ее исследую. То есть где есть тайна, там есть смысл, там есть глубина. И у Андерсена это все есть и прописано. Поэтому эта сказка, эта книга впечатлила меня с раннего детства. Ну, отрицательные персонажи почему-то притягивают. Поэтому все, что связано с нечистой силой, вот почему-то вот это у меня получалось. И до сих пор получается. В театре играю по сей день от Деда Мороза до Бабы Яги. И вот Баба Яга, она меня впечатлила еще в детстве. И кино-сказки с участием Георгия Францевича Миляра, они просто меня поражали. И я научился в детстве говорить его голосом. И по сей день я говорю, развиваю, но в театре использую какие-то свои краски. Миляра, Миляр это особая маска, так скажем. Не всегда художник может сделать куклу, чтобы эта маска говорила голосом Миляра. Мне каких-то триста лет всего-то, мне пожить, повредничать охота, Много душ невинных загубить, сатану из пекла полюбить. На красавицу ягу наглядеться не могу. Кто, любимая моя, я, я, я? В окружении с детства, ну там, где, где моя малая родина, это поселок Фаленки, Вятской губернии Кировской области, там есть, да, у меня еще есть друзья, есть друг, с которым я учился, и который меня поддерживал в моих этих вот всех устремлениях. Шить кукол, папье-маше вместе делали, он вот, он разделял мое увлечение. Знаменитым? Нет. Нет. Ну, так сказать, ну что знаменитым? Я не знал даже, что значит знаменитым. Не было такого, такого устремления и желания, и кем-то стать, да, в профессии, а чтоб знаменитым, нет, такого у меня не было. Вот эта Снегурочка, ей очень-очень много лет, потому что она, она до сих пор меня сопровождает, а лет в пять я, значит, посмотрел сказку Кощей Бессмертный и стал играть, опять же, то ли продолжение сказки, то ли, то ли саму сказку. И вот эта Снегурочка у меня была живой Марьей Марьевной. В общем, дело. И я, значит, с ней очень долго возился, и я думаю, что это определило мою профессию. Я начал относиться вот просто к неживой предмет, да, а я за нее могу говорить, и она начнет оживать. Это уже театр кукол. Но тогда это не понимал, а, видимо, сейчас это уже стало профессией моей. Духовную литературу читаю очень много, читаю духовные литературы. Тем более сейчас этот мир открыт очень много разнообразия ее, этой литературы. Поэтому их захлеб читаю. Художественную литературу люблю читать. В каком формате? Это обязательно книга. Чтобы листать каждую страничку, чтобы, как сказать, впитывать. Впитывать это по-настоящему, как в детстве. Пожелал бы, чтобы они побольше общались друг с другом, но не по гаджету и телефону, а встречались друг с другом за чашкой чая, за каким-то увлечением разделяли бы с друг другом счастье, беду, впечатление, фантазии. То есть общение, вот это человеческое общение. Я желаю, чтобы современные дети общались больше. Мандаринами пахло, и елка там, на кассетниках, где не ночь, мираж. На бумаге писали мы письма друзьям, и с отцом выходные мы шли в гараж. Там гудрон мы жевали без вреда, и по видику еще молодой ванда. Ждали маму с работы, а навсегда. Что-то вкусненькое приносило нам.